православные тут грейдером прочистили дорогу кстати не первый год уже тенденция идет замещение асфальта каким-то песком щебенкой говно палками и всем прочим так движок собран думаю сегодня его накину на раму запускать не будем поскольку все не заниматься будем вот этой адской ладьей молодых калина блять ебать ее 40 на все нет на повестке дня у нас замена масла и заварка рабочих тормозных цилиндров поскольку две недели назад у меня потекло сначала одно колесо потом 2 а потом все сука вместе блять вдвоем то есть за пару недель я где-то литр тормозухи удалил кстати я думаю в квадрик может синтетики залить поскольку там стоит форсунка на смазку поршни или его охлаждение не знаю наверно все таки на охлаждение там какой-то масляный идет блять смазка блять цилиндры каким образом происходит непонятно блять то есть я где-то на 200 кубовых квадроцехлах встречала в описании воздушно-масляное охлаждение скорее всего вот этот блять маленькая форсунка по 45 градусов которые поет в дно поршня наверное все таки для больше для охлаждения вот это можно был прям в почину в ебать блять вы получить страховку все время в какие-то такие моменты когда можно по легкому срубить бабла и все время блять чем-то занят блять или с пассажирами ли с детьми блять или нахуй записываю видос блять блогер хуев так что насчет тормозных цилиндров сейчас их а болгаркой как бы вдоль распилю выну поршеньки и отверстие которое идет с трубки поджимается штуцер гайкой то есть вот это вот обхода в отверстие в цилиндр попробую заварить сваркой блять не знаю чугун там не чугун блять будем пробовать по крайней мере блять сейчас как бы по сути надо менять и новые тормозные барабаны чугун блять ставить нет алюмишку блять то есть предпосылка к тому что скоро потекут тормоза задние это пульсация блять в педаль такая легкая и машина как бы тормозит рывками блять то есть это блять от перегрева ли какой-то коррозии блять или от того и другого идет деформация яйцом тормозных барабанов алюминиевых заводских блять уебищных не знаю кто их вообще блять придумал вставить и как бы при нажатии на педаль тормоза поскольку у нас полоска с яйцом начинает удают поршеньки туда-сюда мандража удивлять то есть вы нажимаете и даль тормоза поршеньки расходится кривой барабанных заталкивать назад и вот этот блять пульсация их у гандошу это очень быстро кстати у меня на 4 такая шляпа была но как бы цилиндров не потекли поскольку они были новые блять их менял недавно блять когда меняли здесь тормоза я не знаю может вообще не меняли них уявлять то есть момент покупки автомобиля чё-то у меня заднее правое колесо скребало блять перекуп сказал но который покупал машину что надо менять троса ручника то есть ручник их вы не работает у меня торчок за скребал потом блять и перестала потом в ебало также мне колесо на юза блять пошла потом черт все заебись стал то есть на мой взгляд там на правом заднем колесе сточились колодки то есть порошеньки вылезли поэтому цилиндр потек на левом не знаю по какой причине то есть течет два колеса ну и чтобы прямо сегодня не валивать блять косарей 7 запчасти блять решила хуня не заниматься заварить нахер все до лучших времен то есть летом будем сухую погоду снимать панель менять печку блять менять тормозные барабаны менять колодки менять 1 ручников и блять всего остального то есть блять не сегодня но сегодня будем полой ту схема перекуплять заниматься хуйней блять все как мы любим блять да что касается движка здесь отсутствует шланг запуна он там снизу под него ухо то есть блять их шланга как бы нет старым какой-то блять поливинил холорит блять в перемешку с резиной какой-то весь сжатый блять скукоженая нахуй решил я поставить новое чтобы лица полоса завчастях купить сегодня опять купил этот масляный фильтр ажигулевский блять автотаз блять крышку сливную масляную блять все время забывал блять тоже тоже и поменяем и взял еще домкрат двухтонный опоры на колесиках подкопной блять то есть блять свиньи испытаем все нахуй и домкрат все остальное цепь 1 поехала зубок за 416 рублей когда другая приедет резервская со разной на 2 цепи обзора сниму но сразу могу сказать что как она называется то блять вот это зубы ровно как бы или образный зуб идет прямой блять что не можешь не радовать нас то есть если вот чемпионовской цепь стоит на 52 звена в том году она была 559 зимой я покупал за 470 по моим когда на 450 было на сайте но они как вы сказали у нас в розницу блять не через сайт цена дороже блять сейчас она стоит 490 то есть на 20 рублей на 40 рублей получается дороже чем зимой то есть можно взять еще один чемпион но я тут как бы хопер посоветовали прикупить там чё-то 440 рублей что не помню близ коконов то есть если время еще не останется еще за за то чем цепь станком для заточки цепей которыми подогнал давить или сергеев то есть сегодня блять по максимальному будем блять угорать на примерно так как угорал на данной яндекс два дня блять когда я не мог пройти фотоконтроль блять автомобили блять тоже блять ребята блять простые охуи являются фотографируешь машину блять в кромешной темноте все заебись фок фотоконтроль прошел там блять единственное что только белый фон номеров видно блять где-то этом нахуй на сером пить не автомобили блять сейчас сука блять фотографировал днем блять раза три на и нахуй тоже блять сейчас потерял время то сидение грязное то не а блять и рваная нахуй поменяйте сидение блять отмойте сидение потом блять у вас в защелках ремней безопасность задних сидений в какие-то посторонние предметы чего блять как ухуй не блять сука в натуре конченая блять заебали нахуй и написали такие потом фотоконтроль пройден блять успешно нахуй но есть замечание или блять грязный кузов или повреждение кузова или грязь на ковриках блять пиздец тогда сука пишите конкретно чего блять не устраивает нахуй вот это блять ебаный длинный список блять мне тоже нахуй читать нихуя блять не по кайфу так скажем блять а думать чего он сам блять не устраивает нахуй вот ватуре блять дебилы нахуй так надо кстати бензин залить чуть не про ебланил блять с этими записями на так 44 рома в 92 95 58 дизель 56 40 ну то есть ничего не меняется кстати вот насчет кузовов грязных метрах блять ржавых нахуй у нас в городе на дверь три калины таксует блять там просто сука мертвые все нахуй примерно такой как у меня был логан в последнее время блять перед продажей я блять удивляюсь как они блять фотоконтроль проходит нахуй непонятно блять хотя есть такие ребята ушло и на ну то есть у них одна машина блять на десять человек блять они там как-то блять не знаю как они делают то есть они работают грубо говоря на жигулях блять а по документу у них форс фокус блять на потом эту хуйню раскупили блять и начали вот это блять ебаный фото контроль блять ебала нахуй как там называется то блять правильно у них по яндексовский блять блять не фото контроль личности как-то блять не удостоверение ли блять что-то нахуй короче блять сам себе фотографирует что же блять ты нахуй им за рулем блять они и одевать и блять соседнем гаража нахуй такая хуйня блять то есть там ребята бля ушло и нахуй вы работают блять на жигулях там на какой-то шушлайке блять в дэон икси и блять по документам там по приложите стоит форс фокус блять 0 на эту хуйню там что-то блять в годы через два на не прикрыли на такие вот дела блять то есть из таких летит ушлых водил блять вот этот залупа блять заебала нахуй раньше намного все проще полно почему тут фотоконтроль автомобиля в новый год примерно месяц то есть например если 28 декабря автографировал там 29 блять то следующий фонд контроль только через три-четыре недели будет блять не каждые 10 дней блять не знаю с чем это связано блять но тем не менее блять так у нас как уже а весна полным уходом блять две полосы заняты бля я хуерю на баба умеете такая умею так ладно пусть это лирическое отступление а так по факту уже пора как бы заниматься грядками блять то есть хотел я в предыдущий приезд в деревню взять канистру чтобы залить бензину для культиватора или чего-то еще на наверно сегодня возьму завтра попашу не знаю блять завтра жена как бы работает до четырех вечера то есть на пару часов на два-три часа все проезжает особого резона нет но уже надо начинать сеть укроп хотя были поскольку я в том году практически в конце июня начале июля только посел укропа висеть сону нихера блять не взошел на у нас семена я имею ввиду то есть но собирал я там ужин и на поле примерно полтора литра на семена укропа пол-литровый банку и засел и литру к себе оставил блять но это литрухи на всю деревню на хватит блять и засеять на то есть надо еще под укроп где-то блять грядочку на выделить место так ладно наверное этот видос будет в рубрике будет не колхозенько отрезок по заварке тормозных цилиндров наверно будет все таки как-то отдельным фрагментом вычленено из этого видоса и уже как бы залито под своим названием на канал кстати уже это блять запаска не запаску блять колесо которыми развалилась и какома блять и кто-то уже прибрал блять к рукам нахуй кстати трава такая уже по обочинам сантиметров 15 блять то есть уже по сути скоро надо будет косить а я сейчас свою косилку даже не отмыл не то что поменял сальники и еще что-то или еще сезон так откатать сверху промыть ее да и хер с ним блять патриот продал за 4 рубаса блять ставр за 5 ручок никто не пишет не звонит мы наверное еще надо будет кавер залысить на 43 клуба поскольку он сейчас как бы новый 4 300 то есть за 4 косаря блять я связал если будет вообще заебись но с другой стороны если блять наебнется 33-кубовый блять кавер промо блять то придется его чинить на 0 и блять новый покупать хотя у меня есть интерскол блять я даже не знаю сколько у меня косилка сейчас данный момент один интерскол точно есть блять 2 карлеры блять и пока что ставр блять 4 получается каркаде еще заехать забором буду варить этом кто-то варил забор блять такое ощущение что там было три электрода на весь участок на просто блять по две-три капли швы какие-то блять не такие какие я навалил соседям то есть я соседям блять спалил две пачки электродов нахуй забора на 30 метров блять просто блять четырех сторон все эти блять перекладины приваривал там блять и быстрее нахуй стал бы сгниют чем это блять сварка отвалится на варкаде там что-то блять наделали пиздец блять так и хочется сказать пацаны вообще ребята умеют могут нахуй ебучий кроты блять опять здесь лазит на 5 этих блять бугров сделали корот валик гандон блять штопанный блять только на неделю назад все это сбивал блять опять накопали блять вот я и на месте сейчас переоденемся начнем блять он блять травы пиздец то есть через неделю где уже можно наяривать блять косить света здесь блять все резина нахуй в тормозу хи сука все блять обоссалось на литруху где-то я за две недели долю вот это я не знаю как мы запускать я думаю что в конце мая чё за говно тут блять валить за хуйня блять кто знает чё за говно блять валера настал то и время бы так приходится сказать сейчас будем домкратить за саму балку блять поскольку я с той стороны по усе не свернул как башку поддам каратнику блять все сука мокрое блять кстати на этом алюфте блять на этом колесе а люфт был еще в момент покупки сейчас вот не знают вместо не слышно на нихера блять то есть я такой рукой стучу блять подшипник стучит там люфт уже блять конский просто пиздец то есть замена подшипника замена двух чугунных барабанов колодок блять террасов и ручников пружинок хуинок блять все вот это трибухи блять которые там идет в комплекте нахуй то есть блять надо будет менять все это поскольку блять времени как бы сегодня нет поэтому будем блять заниматься этим потом летом блять когда все будет в наличии сразу все блять поменяем и все будет заебись и четко но это не точно блять уже лесипед тут переперли так мед интересно блять шпильки крепления движка где блять в натуре блять их искать нахуй вот это их блять положил вроде как вот сюда но здесь только защита звездочки блять болт упал нахуй то есть блять надо где-то искать куда-то положил блять и все нахуй с концами то есть они люблю такие ремонты блять когда что-то находит крутил блять положил куда-то блять ну а через месяц или полгода блять как в этом случае начинаешь что-то искать где-то нахуй пиздец здесь только насрать и закрыть дверь и уехать ну кстати я покупал вот этот шланг наверное сколько блять ну полметра я покупал на мопед то есть можно блять наверное вот этот шланг и вместо спуна из в коряче блять и если что здесь где-то 5 миллиметров наверное внутренний диаметр штуцер там примерно 8 блять то есть на пельде то можно блять но я как бы хотел оставить на бензобак поскольку там шланг тоже были такой уже блять практически пластмассовый стал да я бля шпильки на хуй узнает то есть надо искать блять где-то надо искать лана переодеваемся сначала масло солью сейчас маленько подостынет а пока масло сливается маленько посмотрим что там с тормозами или возможно можно заварить сварка есть там конечно не чугун не лопнет блять хуй знаете электродов как взял и двушкой трешку на и болгарку меня тут тоже есть то есть чтобы у нас там штуцер сам не закон доните хотя вам можно приступим на машине привариться блять ну то есть ничего не снимать единственное надо будет промыть чем-то блять ну то есть цилиндр тормозной как бы крови но пополам его спилить чтобы он такой полукругом был и здесь уже блять какую-то затычку сделать металлические паренька на месте блять ну чтобы это ничего блять не откручивать нах времени терять блять хотя хуй не получится нет блять так ладно ну и сразу сходу думаю надо поставить движок пока масло не остыло так рам тут маленько от масла отмыл тряпочкой очистил так болты висели на руле в пакетике еще тут от кожухов какие-то болтики так болтики нашел как бы шпильки так глушитель отвернул скинул вниз у меня чем мешалось поскольку здесь вот сантиметров на 10 вылазил блять то есть гаечку ослабил все тут блять опустился заебись и четко так что касается движка не знаю где у меня свеча зажигания где-то блять лежит где лежит хер узнает после не раз ее два месяца назад куда-то перекладывал ну сейчас наверно сходу надо попробовать натянуть шланг типа сапуна не займешь кипятка налить блять попробуйте натянуть ну что тут блять шансов на самом деле немного а так по диаметру вообще заебись и четко то есть вот такой как мне сделать и маленького пониже пустить то потому что за вас ходим где-то здесь висит и как бы когда масло хуярит блять на повышенных оборотах то как бы все течет на раму на движок блять все в говне поэтому якобы хотел из самого начала сделать шонг подлиннее или же есть мил такой шланг внутренний наверное или семь или восемь не знаю он такой советский какой-то плетеный блять тоже длинный нах такой зашарпанная с ней конечно с прозрачным не получится в чем я больше чем уверен то наверное вот этот за хуярим блять он еще длиншина внутри может быть песком песок так что блять хуя узнает чего лучше блять как говорится на тени саму на глобус блять то есть минут чайник электрический кипятка на хочу блять и наху на лес блять как родной когда он остынет сожмется ну и через некоторое время блять закостенеет его потухи растений придется срезать вот так длины вообще заявить все так надо блять как я и хотел поэтому вставляем его но топливный слонг потом какой-нибудь другой купим так ладно закидаем движок не херну тут валяться блять и сливаем масло ну и дабы не ободрать раму стелем какую-нибудь самую тряпку блять ну какая у вас есть на всякий случай для подстраховки единственно если не тоже заехал забыл заехать магазин купить таких хомутов то есть здесь внутри миллиметра практически хотел перед покупкой замерить какие-то хомуты стоят чтобы все было в одном как бы размере хотя можно и на 4 миллиметровый все поменять все будет вообще четенько стать вот этот задний подрамник на багажник тоже снимается оказывается до сих пор не могу понять зачем ты тут чеку когда ты падаешь с квадроцикла чтобы движок глох сделали блять под задним сиденьем блять обычно не где-то на руле ставит то есть для все через жопу даже в китайцах блять так ладно закидываем движок так движок закинул потом подумал что надо на ту сторону поставить шайбочки блять поскольку там ни хера нет имеют виду шпильки то есть поставить вот так вот шайбочку наверх и на низ так проводку ради подключил поставить памяти фишки то есть вот так вот должно тут кроме хомутками два-три хомутика где-то здесь было и здесь не знаю такое ощущение что по длине куда-то сюда подключался то есть по изгибу провода и по ходу похоже даже ну то есть вот так они не изнутри блять он сейчас надо будет видос посмотреть найти но это потом блять как бы движок закинут все остальные детали осталось сверху очистить карбюратор купить новый воздушный фильтр с пара ложкой и как бы фиксатор оси не взял поэтому синий карбюратор стоять как бы не будем то есть сегодня как бы видос не прогулок не про квадроцикл это как бы отрезок из общего видео по буднем колхозника так скажу который будет состоять из трех частей то есть установка движка замена масло и тюнинг точнее вычленение тормозных цилиндров из системы тормозов калины и за . цепи бензопилы в станку подаренном дмитрием сергеем это так кусочек который будет под своим названием в отдельном плейлисте как же иногда полезно снимать долгие мутные видосы то есть клемма была изначально вот на этом болту крепление половина картер но поскольку у меня все как бы на фиксаторы затянута одним моментом поэтому блять будем ставить сюда какая разница блять масса на и в африке масса и но единственное здесь вот вот так он будет то есть здесь вот на хомутках у нас будет али будет вот так вот сверху блять то есть мне так больше нравится поскольку у нас картер один и тот же все тут блять заебись думаю что масса не пропадет но это скорее всего масса идет на больше на стартер так ладно сейчас вот этот винт выкручу и повешу помню так вообще без разницы что там что тут то есть все это тетет загибы провода не как бы гармонирует на этом месте так но на этом можно и закончить на сегодня я думаю с квадроциклом сейчас это видосик выложу на канал но сам продолжим замену масла на колени и потом уже после того как каркаш и забор приварим будем поработать в точить цепь станком такой видос ни о чем на 8 минут 14000 масло прошло в принципе такой же как и полусинтетика так на 1 задам крати маленькой правую сторону поскольку мне машина как будто это колесо сантиметров на 15 ниже чем левая то есть где-то здесь вот масло может остаться поэтому ее надо поднять чтобы туда перетекло все на час потом в принципе масло не живет нихера движок я как бы по щупу проверял на 10 тысячах пробега все так же как и заливал что не можешь не радовать так сейчас можно уже наверно масляный фильтр отвернуть и такой новый пробочку вас сегодня будет головку на 17 или накидной ключ рожком я думаю смысла затягивать нет тем больше у меня уже нет это интересно куда мне все ключи на 10 делись было штуки 3 точно один нулевый сейчас ни одного не остался то есть ремонт бензоинструмента как бы на вышел боком куда-то делись ключи на 10 то есть вот этот задорота блять будем менять то есть все грани слизанные сейчас вспышку ключи то есть я прошлый раз когда менял зимой или восемь не помню то есть все здесь вот так вот слизала по его и так вот молотком простукиву с торца чтобы хоть маленький тут выровнял все носил смотреть то вот этот участок грани по отношению к этому примерно миллиметр на полтора вот так вот влево вниз съехал вот так все грани блять счету блять олонов что ли затягивали или откручивали хуйной я помню когда мере но символ был был масляный фильтр отворачивал домкратом блять то есть ставил головку со специальным съемником чашкой блять 3 щетку как бы ставил там фильтр спереди был как на логане то есть 3 щетку стрел в горизонт снизу домкрат палку блять и поднимал у меня машина блять практически полностью колеса земли отрывала блять 3 щетка с фильтром были на месте блять в итоге как бы фильтр пришлось мне вырубать отвертка длинной заточенной как зубила блять все срезать и уже также той же отверткой внутри фильтр стоит такая гайка например на 42 блять примерно 3 миллиметра то есть пришлось мне гайку то вырубать блять так фильтра на сегодня аллада я уже как бы показывал в прошлый раз то есть здесь голограмма стоит с типа пломба здесь нихуя нет блять то есть берешь вытаскиваешь вставляешь туда какой-нибудь говно блять и опять на полочку ставишь то есть все остается блять без повреждений здесь не знаю такой должно быть или нет то есть вот этот гайка там внутри то есть этот корпус а внутри стоит гайка например на 42 то есть вот этот все говно по кругу я срубил отверткой осталось внутри гайки и вот ее типа зубилом отверткой отворачивал блять долбил блять кувалдой то есть на замену фильтра после покупки у меня ушло где-то часа три-четыре блять вспотел блять по полной программе поэтому дачу некоторые затягивает блять то есть затягивает так что вот этот бой тут резинка выпирает 7 миллиметров на три-четыре то есть затягивает в щи что вот этот бутик упирается в блок ну и без масла естественно блять некоторые без масла не смазывают просто закручивают на то есть резинка прикипает блять как на бмв я отворачивал то есть вот этот резинка остался на блоке в частности на этой бэхе резинка осталась на блоке фильтр и отвернул бы потом резинку от блока еле отковырял блять то есть тоже блять какой долбаев менял блять то есть некоторых людей нельзя к машине близко подпускать не то что засовывать своих шлавливой ручонки куда-то чего-то менять или ремонтировать блять это просто пиздец вот таких долба его блять ну или перекупов как вот в этом случае с калиной блять куда не залезь ему пизда блять просто блять все все выебано блять по полной программе блять так ладно сейчас ворачиваю фильтр могли здесь логотип сделать автотаз блять туда-сюда на тоже сэкономили краску блять ну санкции хулиют сейчас не знает авто вас творче живое нет блять его тут что-то все скалин поднимали поднимали блять 30 лет так мне кажется он и сдох на окончательно легкий ветерок херочет блять так нормально так поднимая блять конечно он блять по земле колеса ни хера нет все блять заболелось туда новый дам крат юбана рубля ланхусник от моем потом то есть сейчас поддон на сторон стоит и как бы масло вот с этого угла туда верит стекает так сейчас поставим фильтр топливный и будем на этом колесе на первом наяривать то есть поддам кратим потом сейчас там еще минут пять я думаю будет стекать 6 все это шляпа ну и как бы пока все отвернем потом подводить будем тормозной цилиндер так а новую пробку закрутил домкард убрал фильтр на месте и как бы у нас так у меня литрух оставался того раза я тут еще кое-что смазал по мопедам и квадроциклам вот видим состояние в постели ну и самой гбц то есть золотистый цвет никакого гуталина хотя там есть такие вот какая-то соплюка такая чутка темная ну цвет золотистый то есть пробег сколько у меня сейчас блять сейчас я ключ возьму то есть пробег у меня двести пятьдесят там блять что-то нахуй не помню то есть заодно посмотрим даже на не 14000 17 про хуяры 259 798 надо было менять 255 255 это было бы 12 или 13 тысяч то есть больно 17000 почти в ебала а может не почти на то есть масло заебись гуталина нет на рекомендую к покупке так сейчас еще масло удалю запустим движок и уже начнем тормозульками заниматься тут отвлекаюсь на какие-то блять мистер кредо нахуй с адама хусейна блять хуй не занимаюсь вечно нахуй аркадий там и ждет души и укинула сейчас надо одну колесико сделать потом до аркадий на не доехать то есть контуют убить сливаю максимально много чтобы потом отработку туда долить это пойдет на смазку цепи хотя после меня отработка на все блять конченой нахуй там ничего нет блять я езжу до талого блять кстати вот такой парочка здесь шляпу тегишь потом вот так отрываешь так еще нам сколько литра 2 залить перед пуском шляпа блять я не понял то есть залил блять до вас полу ветра в кутиру все блять сейчас пушку ключ блять когти нахуй то есть два с половиной литра залив тут буквально 4 миллиметра до максимума ну и два с половиной как бы осталось то есть было пять литров до вас поин залил до вас поин остался хуйня какая-то блять непонятная на чуть мне казался и 2 и 8 раньше в четверку заливал блять хую знает может есть поддон меньше блять какая-то шляпа блять движок чистый 200 сколько там 60 тысяч пробегу же блять обычно к этому времени там уже блять гуталин нахуй то ли движок гоняли на синтетике то ли еще что-то 260 тысяч пробегу на запускаем заебись четко то есть следующий замен у нас будет 270 тысяч так ладно хусьнем тормоза блять но бою блять крышку не завернул блять все нахуй весь движок в крапинку блять пиздец я хуею нахуй тупица блять ладно хусьнем один хер движок мыть будем летом этот хуйню эту канистру оставил чтобы все стекало в одно место так ладно хусьнем все понятно с масло все понятно замена совершенно как говорится теперь можно выжаривать дальше на самом деле крышка заливная все хуйня полный так тормоза на не понадобится капот закрыть я как-то и при замене масла забыл закрутить сливную пробку блять стою на эстакаде на заре блять заливаем масло чувствами на землю ебашит блять бодро нахуй то есть на двух литрах масло доехал до города пришлось еще мне одну канистру покупать я тогда на зике ездил в этом где-то на семерке накатал сколько 400 тысяч продал блять то есть не масло не бензин тоже не жарова блять все заебись вот вот этот частности движок меня с электронной педалью вообще блять не нравится то ли надо чистить дроссель то ли еще что-то то ли менять датчик положения сцепление датчик положения педали тормоза блять ами заебали нах по ним и и периодически вылазит ошибкой и как бы то есть ошибка бедная смесь на холостом ходу и блять еще какая-то хуйня блять то есть машина начинает дергаться блять то есть как начинает дергаться сразу ошибка клапана этого абсорбера блять бедная смесь на холостом ходу такие дела так колесо я уже ослабил как бы сейчас подкатываем домкрат снимаем к лесу снимаем барабан если получится заварить на из заварим и сне значит остаемся здесь по крайней мере можно смотреть что там да как под балочку за домкратил за ухо амортизатора крепление за этот шляп короче заебись четко то есть в момент покупки меня на этом колесе был люфт и куда-то мне блять проебался вот этот пластиковый нах то есть на мойках туда залить затекала вода соль песок все говно блять короче теперь у нас здесь блять не знаю как показать то есть по верху колеса люфт примерно 7 миллиметров то есть видим что как бы гайка стоит на месте ступится туда блять хуярит этот большими будет все таки а возможно еще и правой хуярит то есть как бы звук идет вроде бы слева вроде бы справа блять а вообще если сидеть и не особо вслушиваться такой сень что будет передние подшипники блин когда голову назад порочишь будет с левой стороны так ладно снимаем колесо полностью он тут как символить обоссалось зато какой ход щетки какой говно насохло блять у тебя ли какой красота блять неписуемые не знаю как это называется блять солдатики не солдатики были этот нового образца уже то есть на старых вот на этой втулочке был подключен на 12 здесь вот на 7 то есть пока молотком не пизданешь блять хер ты их ты вернешь блять и еще надо будет отвергнуть сам барабан иногда он сука лопается блять по причине того что он прикипает блять а он как бы из силумина сделал здесь маленько загандонил молотком поэтому придется сейчас колючь туда блять маленько забить уже начал маленько шевелиться ну это все блять из детских производства как говорится маленько прокручиваем на другую стороны уярим блять дальше так на это уйдет какое-то время поэтому маленькая запись прерву какой красота блять надо менять волосы еще недели не на этой так предлагаю калутки с неким блять они нам больше не понадобятся наверное поскольку мы сегодня цилиндр менять не будем короче по плану мне как вдоль хуякнуть его болгаркой и заварить отверстие которое будет открыт изнутри то есть отворачиваем трубку наверное придется все-таки снять полностью отвернуть и короче чикрыжем тут все на лохматим и так то есть стронул штуцер примерно на 1 8 оборота отвернул крепежные винты и как бы сил выкрутил легко и непринужденно чтобы нам ничего не мешался то есть прокачку можно спилить то есть при вот такому демонтаже прокачка на как бы мешает поэтому и лучше снять так шланчик колпачком сглушить час одной какой неудобно сейчас сову на глобус будем натягивать опять резинка с прокачанного штуцера если кто не понял чтобы у нас тормозок не сочилась так сейчас вдоль хуяк сверху снизу и завариваем вот этот отверстие изнутри то есть конус у нас остается внутри с той стороны делаем шов так скажем а потом все стоим назад то есть прокачка штуца сейчас я тоже выключил на хер не нужен ну-ка то будем все менять вот это все замоем надо будет настроить будет мойку сразу все это говно отмоем кверхером у меня парни кверхера этот карлера блять то есть вот это говно отмоем поменяются ступицу новые барабаны новые ступицы но когда это будет хуй узнать не на этой неделе блять поскольку сегодня суббота или не на следующий эту точно такой перекупский метод была у меня мысль и как бы заморочиться купить какой-то болт просверлить в нем дырку блять нарезать резьбу м10 на сколько там 125 на блять то есть на жгулях пом 10 резьба идет она иномарках 11 вроде бы но это не точно то есть хотела в болту сделать у такую ходил чтобы был как бы мне тут этот баллон кимут а потом подумал нахуя блять покупать мячик когда можно вот так вот попробовать болгаркой вдоль с хуярить сверху снизу и как бы останется такая полукруг ну и заварить попробовать получится значит получится с не получится значит я сегодня стою здесь болгарский ключ отворачивать все что можно и нельзя так между все бы осталось вот так вот все и тут устроена на резинках повисло для не разбирается нихуя ухти как короче блять на одном с вами заварить точнее мне вот эту дуплу так стенка здесь сколько нам блять миллиметров 5 то есть толщина вот это стенки 5 миллиметров думаю что до конца не застанет сейчас надо водой промыть этот говно и вроде бы это не чугун а металл то есть если бы будет чугун то скорее всего может лопнуть от перегрева какая-то речь на пойти блять и тогда будет фиаско братан блять так вкусным сейчас ищу где-то воды промывая все это в сушу наверно заколочу туда гвоздик ну чтоб туда окально не попадал что вот этот конус остался целый ну и завариваем все это дело ари санта как говорится ждет блять уже нахуй давным-давно блять пока здесь музыкальный паузы снимал какие-то левые видосы смотрел и все остальное так ладно так мы в воде созведем все тут заржавела моментально сейчас какой-нибудь гвозик подбираю заколачиваю и завариваем так обычный гвозик отточил примерно 4 миллиметра вот этот чопик получил сейчас его заколачиваю здесь сделал пропил то есть сейчас заколотим обломаем останется в отверстие надеюсь что из конуса внутри не вылезет мы обварим все ну то есть вот так вот сейчас все это дело варим чтобы у нас никакая калинута не попал то есть вот видим 4 миллиметра и воткнул туда практически на всю длину здесь еще осталось столько же то есть там наверно все-таки миллиметров 7-8 заклада хорош пиздеть время к вечеру еще аркадий ждет андуха миллиметровый электрод полностью в пизде чего сейчас мальца остынет покажу какой шов получился думаю что нормально но здесь как бы у нас ничего не достает единственное что маленькая тормозуха пригорело внутри конусной как бы не страшно я думаю что если будет маленько потеть то это все хуйня блять по сравнению с тем что как бы сейчас здесь находится то есть здесь просто блять ебаной чаще все плавает блять так ладно сейчас отколотим шлак так бы у меня там один нюанс не понравилось мне маленькая раковинка поэтому еще половину электродов половил то есть все тут четко блять полтора электрода блять все проварено блять заебиться блять и как бы конус у нас ничем ну не шлака ничего тут нет все заебись то есть можно ставить час вам только маленько еще его остудить полностью все вот так когда у тебя жигули есть где разгуляться фантазии блять особенно такому тупицы с диплома как я нах то есть я вас не призываю заниматься такой хуйней ну впадло мне сегодня блять менять тормоза нах то есть надо блять этим заниматься с утра и лучше всего накатить блять полтора шкупивка чтобы все прошло блять без эксцессов нах каких-то нервов блять ну и прочих нюансов блять то есть я раньше когда занимался ремонтом ну как раньше блять совсем давно блять или 20 назад блять начиная на и на 2005 года шестого блять вплотную 21 семья были блять еще до этого 2000 году тоже блять живо дорога блять так тут все заебись ничего не сопливит то есть было время когда я на семерки жигулей рожковыми ключами блять полоси менял здесь примерно в таком же месте не стояли блять он были времена блять то есть решетка стоило блять как чугунный мост наху сейчас блять какого говна только не купишь были бы бабки наху любой каприз как говорится ну ты тут шляпа блять то есть о чем я хотел сказать не знаю я вижу отсюда что расстояние здесь меньше чем здесь то есть по какой-то причине блять идет перегрев отслаивается металл от алюминия блять какая-то страна заезжает вперед туда блять во внутрь нахуй начинает просто блять при нажатии на тормозные колодки разошлись поскольку здесь расстояние меньше как бы идет в обратку нахуй пульсации на педаль тормоза блять и то есть тормоза вот так вот хуярит как абреса блять то есть когда едешь надо тормозить или совсем чутка чтобы ослабить вот этот пульсацию или давить прямо в пол блять чтобы уже ничего блять и вот этот пульсация на тоже гандошу и блять рабочий цилиндр блять также как и один раз я не знаю говорил нет в начале видео вакуумный усилитель тормозов у гандонила блять на четверки блять такая шляпа то есть если при торможении бьет в руль руль начинает вот так вот мандараштета передние диски повело блять от перегрева если хуярит в педаль блять пульсирует то это блять задние барабаны на алюминиевые блять какой долбоебов придумал непонятно так ладно ставим устанавливаем так же как и снимали высовываем трубку сюда вовнутрь закручиваем до упора то есть вот видим здесь будет 1 8 оборот остался то есть сейчас засовываем его туда вовнутрь сам этот корпусину закручиваем винты а потом закручиваем сам вот этот штуцер и все будет заебца блять я так думаю то есть проварено здесь блять на века нах рабочее давление тормозах по моему двушка максимальные около десятки но это если двумя ногами стать на педаль тормоза насколько я знаю вот как говорится и усил ремонт закончен то есть выкручиваем болт хомута вот этот разрезного ключа ставим барабан на место все ставим колесо можно ехать ну таким макаром на будет сделать второе колесо вот когда его буду делать сегодня или завтра не знаю наверно сегодня блять то есть время еще есть вот ходить там надо один шов наложить то есть время хуйня блять считанные секунды как говорится вот тормозу не как бы нужны блять поскольку я уже потратил в целых 300 рублей на тормозу блять за две недели отверткой разжать готово можно ставить барабан колесо так советую использовать вот такие вот разрезные ключи в нашем случае 10 на 8 то есть 8 прокачной штуцер 10 сама вот этот втулочка то есть поскольку в жигулевские заводские трубки тут железные то здесь как бы все прикипает то есть вот этим отворачиваете из цилиндра рабочего вот этот штуцер он как бы остается одной деталью с трубкой блять ста процентов случаев блять и такой же ключ только у нас идет на 7 на 11 это уже иномарки блять то есть прокачную штуцер семерок вот этот штуцер трубки так скажем он на 11 так одно колесо на заглушено то есть сейчас ничего не мешает поменять подшипник колодки того сняты они тут не нужны то есть все ты тут хуету надо будет покупать наверное новые блять ружинки блять хуинки нах то есть нам будет потратиться и забыть примерно на 100 на 120 тысяч ровно столько у меня почему-то ходили задние колодки примерно соточку так ладно собираем ну и на палочку так вот подвязал а за это загибульку чтобы у нас трос очень конитер по самой ступице то и тут был накинул барабаном сука блять хуерит для шварки нахуй ну то есть не столько гудит подшипник при езде блять так скажем то есть звук как шиповка по асфальту блять чему ты тут трос хуерит по торцу барабана ну и как вы поняли решил я вала не ебать разобрать полностью и вторую сторону коровы тоже то есть видим здесь шаёбочка который наверное скорее было тут что-то блять не знаю что перекуп вставлял то есть вот этот говно это блять какие-то железные опилки на ощупь металл что-то блять тервал нахуй ну то есть вот эта шаёбочка попадала между колодкой и барабаном и хуярила здесь ступеньки блять я ебу на миллиметров 7 примерно вот как бы мелочи кстати тут новую методу изобрел то есть его колачива барабан не оттуда и башу молотком вот сюда вот в ребра блять и по кругу блять 1 5 крутану его самое тут вывел сонах то есть наверно от удара просто идет деформации и вот этот плоскость как бы окислы надавливают на сам металл ступицы ну тут все заебись как все разъехал стенах где-то блять отъехал шайба я так понимаю и вот это вот что-то более больно легко тут люфтит кстати вот эту шляп она задевается ступицу то есть в одном месте трет вот этот шляп все блять разъехался к хуям ебучий блять роганах так ладно все то же самое делаем и показываю конечный результат что мне затягивать эту блять больше времени снимаю чем делаем занимаешься вот такая вот хуйня так кстати с этой стороны как видите втулочка к трубке не присохла откуда я резиночку вот она вот она а на хую намотана так надеваем вот эту шляпу сюда такой опять неудобно нихуя кстати нет руки вот такие же были блять в говне на сейчас в воде пополоскал весь как бы феррадо в перемешку с тормозухой то есть тормозуха на воду смывается все заебись и было бы масло все пизда наху ну и телефон мне тоже наполовину в таком говне блять мне как бы свое время писали нахер это redmi 9 а купил блять купи себе блять за 20 за 25 косарей телефон пизда ты блять конечно бы он не вот так вот в говне блять бултыхался наху естественно блять такое куплю но потом вот как говорится и усилу сейчас включу также полтора электрода навалил здесь вот небольшая рапинка была на плавил так конус у нас чистый все заебись то есть вот эта стенка больше чем 5 миллиметров я думаю что у миллиметров 7 так все сейчас остывает и ставим как бы назад ставим колесо и каркадию каркадию варить забор ну вот и все готово осталось поставить барабан ты какие колесо и почистить домкрат маленькая засорал то есть еще без пиздежа без видео съемок каких-то блять без видеофиксации без всего вот это вот блять порожняка то ну две стороны заглушить руки полчаса времени блять я тут ебусь уже часа два блять хожу и ебала нету чаю блять пою нахуй то досок запаривают еще чем-то занимайся ходе какой-то там по костерам скопили еще товарищ один сообщение присылает мы тут с ним дискутируем так аркадий у нас гостях ехать никуда не надо поэтому честно и сразу начнем смотреть что там за станок мне прислали их попробуем а заточить цепь то есть надо еще промыть где-то блять от говна на ход песка блять от всего выпил он тоже мыть чувствую там блять просто масло с песком близ прессовался на так ладно ставим ну вот кажись и у все на этом видочка можно закончить ну поскольку каркаде ехать не надо сейчас расчехлим только дамка от маленько почищу какой щёточкой блять пройдусь вот этот капли блять тормозухи счетчике щёточка пройдусь его и уже это блять расчехлим заточную станок под цепям посмотрим как он точно блять то есть мех как бы сергей написал там какую-то планку надо блять то ли починить только менять то ли подворить блять не знаю что там блять какая-то упорная шляпа блять сейчас посмотрим может ничего и не получится ну по крайней мере хоть включим его на третья часть нашего видео это тупые цепи специально для георгиями давно он ждал этой темы этой рубрики наконец-то дождался ну тут все мертвое ярко выраженная ступенька на хлыстриках такой кусок гавана песка земли с маслом так поскольку я шесть или пять пеньков пилил уже на сухаря тупой цепью здесь маленько задымилась шина маленько с благородной синевой так ладно отпускаем гайки отворачиваем крышку тормоза снимаем машину цепь цепь надо будет промыть сразу блять наверно в бензине не знаю бензин песок не отмоет нихера то есть в таком состоянии как бы точить смысла нет обычная на два оборота выручивает вытягивает цепи и потом уже все легко и непринужденно снимается вынимается в общем пилу надо по-хорошему блять на какую-то мойку автомобиль на трясти самообслуживающую блять промыть но если что здесь глушитель сделал таким образом что отверстие одну здесь а другой вон там лет незнавидно нет то есть одно видно другой он там не видно то есть как бы двойной выхлоп но тарактит один пизда наху зад же блять из личного опыта могу сказать что пас вот в этом месте забивается и смазка цепи не идет звездочка тоже наверное конченая блять уже то есть она в том году еще конченой было да тут все блять забито на гух да кстати на патриота блять на партнеров 340 с которыми дмитрий подарил тоже точно такая решена идет только мне почему-то казалось что здесь еще отверстие должно быть для смазки ну то есть такой же фасон как на партнерах хвостовик а 074 по моему если не ошибаюсь 041 соответствием и это а 074 без отверстия здесь у нас как бы канал чутенький здесь верхней на нижней то есть отверстие идет на натяжку верхние отверстия также идет на натяжку но она еще идет и на смазку цепи то есть когда в паз попадает земля вот этот отверстие засирается и как бы отсюда масло не идет идет куда угодно но не на шину то есть пила работает на сухаря давно конечно глушитель что-нибудь заткнуть какой-нибудь пакетик болеть надеть нахуй керхером въебать вешал вот это все говно отлетел потому что для кисточкой мыть это на составе чтобы вспотеешь там были звезда какая скоро и будет пизда нахуй ну как бы такие ухта болятах практически уже на вылет то есть кормы будем менять пилу фу блять звездочку то есть тут блять но еще миллиметр и как бы уже будет на вылет ну это как бы раскорчевка хорошо мне приводит как еще пила не угондунелось блять не знаю наверное все таки с головой как бы к этому делу подхожу хотя смотря с какой стороны с головой так ладно цепи как бы снял сейчас я где-нибудь наверное в воде какой-нибудь про плащу чтоб песок есть или щеткой обменку не знаем то есть бензина вот этот список смывать бесполезно он не смоется то есть вот кто глазастые что здесь надо миллиметр минимум 100 чуть то есть тут пиздец всему нахуй под землей пилит любой цепь до первого кирпича это как бы из личного опыта поскольку холодной воды нет кипятком залил незнавидно повинят ну щеткой уж моргить землю обнести сейчас тут комментарий напишет боляйте на же заржавеет дыху с ней это она идет уже в утиль поскольку она вытянулся уже блять сантиметров над ванах таким макаром я вам гандонил уже это наверное уже пятая цепь то есть борьба с термоником до хорошего не доводит бензопила и цепи вам точно спасибо не скажут цепь маленько пошмырыгал ну все там с этих звеньев воронение все ушло то есть стало однородного цвета так я так понимаю вот этот язычок сюда упирается и он как бы сточился вот этот шляпу надо затягивать ну что вот это зажимался цепь не лозила так сейчас я тут маленько порегулирую блять так не на не в ту сторону блять а в какую на так как только на интернет сгородцев и сколько там надо блять 40 давайте 30 на один хуй в 2 цепи я заказал так надо туда значит подвести блять а то что-то не хватает короче сейчас я руку набью и уже будем деревенским лохом за бабки точить по 150 буду брать так наверное я то есть тут как бы все зубы бы должны одной длины быть она я думаю что я сейчас как бы показать то то есть зуб завален и когда его сточу он будет как раз по эту линию то есть цепь идет на выброс тут уже с нее уже ничего не поиметь то есть можно конечно до линии точнуть но смысла особо у меня то я уже точить так давайте включим что ли работает она вообще блять заработала блять это заяцца и что-то тут шляпа блять всем он держится на давайте попробуем шли процесс как неудобно смотреть снимать что-то завоняло блять хуя какой-то хераду блять или диском блять то есть вот из-за того что диск он как бы завален под 45 градусов то есть вот такая вот шляпа блять получается то есть или пропилил нам надо глубже ли еще что-то так он сейчас я всю цепь пройду блять просто так потренируюсь блять тут как бы точить никто не собирается но я думаю что если этим диском что-то делать его надо хотя бы перевернуть так не буду на хуне заниматься блять уже время 7 час как бы хочу хотел сказать вот пара пилил я практически до плоскости вот этого зуба то есть если видно то зубную прям практически прямой зуб блять то есть что вот эту плоскость что вот это блять то есть когда диск касается вот так из-за того что улезет сточено он как бы зуб получается вот такой то есть если его на пиликом точить то тут уже блять ну тут точить уже нечего и на мой взгляд чтобы исправить ситуацию и на мой взгляд чтобы исправить ситуацию чтобы за . было близко к заводской и цепь хоть как-то пилила то вот эту шляпу и и надо поднимать чтобы здесь было в 30 градусов и вот таким макаром еще будет как бы близко к заводской на . или к напильнику блять ну когда в горизонте все это шляпа полная блять все эти станки так блять сейчас я наверно попробую все-таки диск переставить и вот в таком положении попробуем заточить блять упирается на корпус упирается нихуя не прокатит не так ладно он тут как а тут блять оказывает это хуйня блять пластиковая гайка блять я думаю тут какой-нибудь ключ блять на 19 так сейчас я отвернулся эту шляпу провернул здесь какой-то был слабо выраженный след под отвертку то есть я так понимаю что сердцевину надо держать отверткой а гайку отворачивать нихуя не прокатил ничего блять хуйня как вы блять зажимать то на сука проститутка блять я хуйня то есть если диск держишь то эта гайка проворачивается на по диску его здесь затем так от руки нам блять эту даже газа нихуя нет блять чтобы чем-то нагреть и проплавить или еще чем прорезать блять нихуя ничего нет мне кажется видео можно заканчивать так вернула все назад все провернув как было сделал то есть не прокатило по техническим причинам то есть надо какую-то тут блять мастерить приспособу чтобы отвернуть и повернуть диск другой стороной сейчас мне тут ничего не выйдет как бы ничего под руками не двое когда это не хочешь срать не мучай жопу блять но на этом если видео заканчиваю всем пока это был один день из жизни тупица с дипломом